Как распознать в себе бедняка, как распознать в себе бедное мышление. И я знаю, что, знаете, это как мы всегда очень плохо реагируем на критику. И в данном случае это ни в коем случае не критика, но мы каждый раз, когда кто-то кричит на улице и красотка, ну, кстати, не все, но тем не менее, надеемся, что кричат именно нам. И, конечно же, вот эта история про бедняка, мы всегда, когда обычно, когда я с кем-то начинаю общаться, это человек говорит, что я суперосознанный, я знаю, я понимаю. И вот это вот наше «я знаю», «я понимаю» и не дает нам в итоге в жизни развиваться. Потому что когда мы с вами выглядим как наполненный бокал, то есть мы сами себя наполнили до краев, мы сами себя решаем чего-то нового. А ведь именно через что-то новое, через новую пищу для нашего мозга мы можем себя лучше познавать, разбирать и на удивление находить свою собственную неидеальность. Поэтому давайте я предположу, что все люди, которые меня смотрят, максимально идеальны. У каждого прекрасная, зашибись какая жизнь. Все богаты, все успешны, все реализованы. Все в жизни каждого из нас прекрасно. Но лично я, например, все-таки отношусь к тем людям, которые любят поковыряться, любят найти в себе какие-то нюансики для того, чтобы, знаете, как вот на идеальном чистом парше удалить какие-то маленькие шероховатости, черненькие, какие-то песчаные маленькие вот такие вот штучечки, для того, чтобы он вообще стал идеальным. Я, кстати, по жизни большой перфекционист, и это является и моим таким инструментом для страдания, потому что перфекционисту жить очень тяжело. У тебя настолько высокие запросы, прежде всего, по отношению к себе, что жить с собой — это вот как жить с тренером олимпийской сборной. Вот ты все время относишься к себе так. С другой стороны, это дает мне возможность постоянно развиваться, дает мне возможность постоянно стремиться вверх. И, в принципе, такой проблемой, о которой я иногда слышу, как отсутствие мотивации, как себя заставить, как себя заставить захотеть. Для меня вообще никогда такого не существовало. Я, в принципе, не понимаю, как можно не хотеть быть первым, лучшим, иметь больше, куда-то не бежать. То есть для меня это совершенно непонятная история. Я всегда на этом вопросе у моего ПО в сбой происходит. Так, ну я вижу, что вы пособирались немножечко. Я вас немножечко отвлекла и развлекла. Знаете, своим конферанцам, давайте будем переходить к теме. И в процессе, в конце, если у нас будут какие-то интересные, классные вопросы, а может быть, и не в конце, я буду на них отвечать. Почему на самом деле я взяла эту тему? Ну, во-первых, конечно же, тема денег является для каждого из нас мега актуальной, потому что я постоянно повторяю, что мы с вами живем в материальном мире, в мире, ну кто-то скажет, где-то все продается и все покупается. Да, и это прекрасно, потому что мы с вами с помощью денег можем покупать множество удовольствий, дарить это другим людям, сами получать какой-то кайф, и деньги в то же время являются для нас мотиватором развития. Потому что все равно, согласитесь, когда мужчина влюбляется в женщину, он ради нее хочет завоевать весь мир, он, может быть, ему-то достаточно было треников, вот, дивана, да, и телека, но ради нее хочется встать, пойти и начать что-то делать, ну и так далее. Деньги для нас являются для многих мотивацией, для кого-то в какой-то короткий промежуток времени, для кого-то в долгую, но тем не менее. И это тоже очень мега суперклассно. В общем, деньги, как ни крути, в материальном мире является неким нашим кислородом. И в зависимости от того, каким кислородом мы дышим, в каком количестве, так мы себя и ощущаем в том числе. Итак, давайте, соответственно, тогда разбирать, ну при чем же здесь смышление бедняка. Если я спрошу любого из вас, любите ли вы деньги, конечно, скажете, да. Есть люди, которые не любят деньги. Скажите, пожалуйста, есть ли люди, которые не любят здесь деньги, которые скажут мне, мне деньги вообще не меня бесят, раздражают, и они мне не нравятся, вот вы это можете осознанно сказать. Если есть, пожалуйста, напишите, это будет даже интересно. Я обычно вот так людей, ну не знаю, если я напрямую задаю этот вопрос, все говорят, конечно же, я хочу деньги, конечно же, я их люблю. Но это, помните, как в отношениях. Например, мужчина говорит вам, люблю, люблю, но при этом он вас унижает, при этом он вас оскорбляет, при этом он может сказать вам какие-то грубые вещи. И мы часто говорим о том, что любовь на словах – это не совсем про это, да. То есть мы все любим что-то говорить, но вот подтверждают всегда что-либо действие. Вот то же самое у нас обстоит с вами и с деньгами. Мы все говорим, что мы любим деньги, но на деле, если за нами понаблюдать, то, в общем-то, я не так много людей, вот просто в окружении, не в своем тесном, а вот в принципе в окружении вижу людей, которые любят деньги. Почему? Я уже проводила эфир, если вы его не смотрели, мы предыдущий эфир про деньги, обязательно посмотрите. Но я немножечко вам сейчас какие-то вещи напомню, для того, чтобы мы плавнее, значит, занырнули в этот эфир. Дело в том, что мы с вами испытываем постоянно некие эмоции. И в контексте того, каким образом мы отражаемся в мире, а в мире, согласно нашей квантовой физике, все является энергией и сознанием, мы с вами создаем некое энергетическое поле, и создаем его не своими словами, а своими чувствами. В зависимости от того, что мы с вами ощущаем, то мы и излучаем. Как это понять, да, Оля, что за глупости, что за фигня, господи, что я смотрю? Давайте такой простой пример, чтобы вы поняли, что какое-то излучение существует. Помните, когда вас начинают за что-то хвалить, вы получили хорошую оценку, вам признаются в любви, вам прислали какое-то потрясающее сообщение с благодарностью, вас встретил человек и за что-то выражает вам благодарность, или он рад. Есть такое ощущение, что вы наполняетесь, вы в физическом смысле, в физических ощущениях, начинаете чувствовать, как у вас пребывает сил. Вот вы пришли такой вечером, обессиленный, уставший, и тут раз что-то хорошее произошло, вам позвонили, сказали, вы выиграли, или там ты сдал экзамен, или твой ребенок поступил, и у тебя есть такой физический прилив сил. Ты что сверкаешь? Вот это как раз и есть момент излучения, которое мы очень четко ощущаем. То есть мы можем с вами его сейчас вспомнить, сказать, да-да-да, я припоминаю такое состояние. То же самое мы можем с вами сказать о негативном состоянии, когда, помните, сердце в пятки ушло, страшная дрожь по телу, страшно, что что-то узнали, что что-то произошло, что-то неприятное произошло, что-то сказали, мы говорим, как, блин, говном облили. То есть мы это ощущаем, такое мерзопакостное опустошение. Вот это и есть та энергетическая вибрация, о которой я говорю, просто острые мы ощущаем, вот как, например, температуру, да, мы с вами ощущаем, когда нам очень холодно, и когда нам очень жарко. А обычную температуру мы с вами не ощущаем. Когда мы поднимаемся высоко в горы, если вы были, там тяжело дышать, мы это ощущаем. А обычно, когда мы дышим, мы не ощущаем. То же самое с нашими энергетическими вибрациями. Если мы не ощущаем, что мы излучаем какую-то вибрацию, это не означает, что этого нет. Теперь по поводу того, что мы с вами излучаем. Дело в том, что когда мы с вами вообще о чем-то думаем, у нас с вами есть, давайте так, поделим очень просто, на две грани, на плохо и на хорошо. У нас с вами есть либо вибрация со знаком плюс, либо вибрация со знаком минус. Со знаком плюс это все хорошее. Когда я чувствую себя хорошо, я излучаю, что мне хорошо. Это может быть по-разному, в разных аспектах, но это все связано с хорошо. И я притягиваю в свою жизнь все со знаком плюс. То есть, находясь на волне хорошо, я автоматически излучаю, мне хорошо, и на меня, как комарики, со всех сторон прилетают вот то, что я излучаю. Все на меня подтягиваются. Когда я недоволен жизнью, в минусе нахожусь, гнев, раздражение, грусть, усталость такая вот нервная, вот меня все бесит, меня все раздражает. Вы помните вот это состояние, что не подходи. Вот бывает к своему близкому человеку подходишь, и не хочется рядом с ним находиться. От него вот просто буквально разит, вот неприятно. Вы это излучаете, и вы притягиваете в свою жизнь все со знаком минус. Когда говорят, беда не приходит одна, когда говорят, что же оно на меня-то все полетело. Бывает ли нейтральное? Ну, смотрите, нейтральное бывает, но в контексте плюса. Как это? Ну, например, когда вы просто себя чувствуете спокойно, и вам хорошо, это достаточно нейтральная позиция, но она со знаком плюс. Все равно. Когда вы излучаете, почему мы занимаемся практиками, мы активно прокачиваемся. Вот видели когда-нибудь человека, который выходит на большую аудиторию, на сцену? Я видела, потому что я этим человеком являюсь, и я в жизни, в большей мере степени, с сильным знаком плюс, с завышенным. Некоторые люди не понимают, как я могу находиться в таком градусе очень часто. То есть, вот это градус нашего повышения. Это такое повышение, когда ты притягиваешь к себе все. Например, после любого своего выступления я получаю массу предложений, люди бегут меня обнимать, люди хотят у меня покупать, люди хотят со мной взаимодействовать, мне куча всего предлагается. То есть, это такая повышенная вибрация. Конечно, человек не может в таком состоянии все время находиться, безусловно, особенно нормальный, обычный человек, который, ну, как бы, не занимается, особенно этим, там, профессионально. Но, тем не менее, вам хорошо, спокойно, это знак плюс. Когда минус, вы это четко ощущаете, это все не то. Минус, это минус. Вот вы его не спутаете, вот точно. Это как температурный режим. Помните, вы на улицу выходите, и когда минус, вы всегда чувствуете, что морозик, морозик появился. Мы с вами температурный режим приблизительно чувствуем. И когда выходим на улицу, мы можем во время года сказать в своем климате, сколько это градусов. То же самое находится у нас. Так вот, когда мы с вами находимся вот в этой низкой вибрации, мы с вами притягиваем негативные ситуации. А теперь, к чему я вам это говорю? А к тому, что любой наш контакт с деньгами, а этих контактов миллион, он обуславливает определенную вибрацию. Вот я говорю, например, боже, как я люблю деньги. И мне приходит счет оплатить за школу. И я говорю, ёбля, опять, опять суки хотят с меня денег за школу. Да сколько уже можно? Да мы на карантине сидели, да мы никуда не ходили. И тут приходит, и учителю еще плюс 500 гривен. И ты, да ёбля! И ты начинаешь негативить. Ты говоришь, я люблю деньги, но когда тема денег затрагивается, есть то, что ты излучаешь. Да? Как я вам сказала об отношениях с мужчинами. Мужчина говорит, я тебя люблю, и дает по морде. То же самое и с деньгами. Вы можете говорить все что угодно, но важно, что вы чувствуете. Вот вы зашли в магазин, в супермаркет, положили себе много продуктов в тележку или какие-то. Или, например, подошли, посмотрели и думаете, ну, как может это столько стоит? Да сколько я должен зарабатывать? Да они что, издеваются? Да государство столько не платит! И у вас пошел негатив. Вы подходите на кассу, вы снова любите деньги, вы думаете, да, я люблю деньги, конечно, Ермилова говорила, что она больная, я люблю деньги. И вот на кассе вы видите чек, и у вас вылазят глаза. И вы говорите, тысячу за это? Да вы с ума сошли! Да это сколько? Это получается, что моя... и у вас опять начинается негатив. И вот вам прямой пример, прямой, простой пример того, как это работает. Мы на словах все деньги любим, но чувствуем к ним частую неприязнь. Недавно ко мне пришел вопрос, я его буквально, по-моему, вчера выкладывала от девушки, которая писала. Почему все люди, которые... Многие, не все, многие люди, которые ездят в дорогих автомобилях, так ужасно выглядят. Почему они такие неухоженные? Почему они одевают на себя черт знает что? В общем, предположительно, это самые говняные люди в мире, которые каким-то непостижимым образом по убеждению этой девушки сели в автомобиль. Когда мне было где-то 20 с небольшим, я очень хотела автомобиль. я помню, как я ездила в троллейбусе, в маршрутках и рассматривала людей, они же выше, эти автобусы, троллейбусы, которые сидят, значит, в автомобилях, особенно это было в пробках. У меня всегда были пробки на мосту, я далеко жила, и я рассматривала людей. И я помню, как я с недоумением смотрела и осуждала и обсуждала потом со своими знакомыми людей, особенно девушек, которые ездят за рулем автомобилей, как они невзрачно выглядят, что они выглядят как лохушки, кто-то насосал, естественно, что никогда такую машину сама не купит. Я активно негативила в сторону людей, которые имели то, что я желала. Я таким образом ставила для себя некую спасательную занавес, я говорила себе, что я лучше, чем они, то есть мне так становилось морально легче, я себе вкалывала обезболивающее, не зная на тот момент, что я выставляю себе ментальную энергетическую стенку. между собой и тем, что имеют они. Потому что, когда я настолько негативила против этих вещей, мое подсознание излучало минус и получало одну реакцию. Если моей хозяйке так сильно это не нравится, у нее этого никогда не будет. Я сделаю все, Олечка, чтобы у тебя никогда не было таких машин, таких вещей и прочих штук, которые вызывают у тебя настолько сильный негатив. Конечно же, я этого не знала, но тем не менее, я это делала. И я хочу вам сказать, что ключевое отличие между богатыми и бедными людьми, это их мышление. И это абсолютная правда. Я буду сегодня вам рассказывать примеры, чтобы вы понимали еще больше, как это работает. Дело в том, что когда мы плохо думаем о деньгах, о том, что с ними связано, о дорогих вещах, сколько это стоит, о людях, которые их носят, о людях, которые их производят, мы с вами навешиваем это все для своего подсознания именно на деньги. Мы проецируем, что все, что связано с деньгами, вызывает у нас отврат. И наше подсознание берет это излучение, наша мысль деньги-негатив, замыкает эту взаимосвязь и делает все для того, чтобы мы с вами никогда до этих денег не добрались. Удивительный момент заключается в том, что мы с вами начинаем отстраивать в процессе жизни некую стену от денег. И все, что связано с изобилием, достатком и богатством, отстраиваемся от этого как от защитной стены, точнее, как защитной стеной. Как мы это делаем? Ну, изначально у нас идет очень плотная связь между всем, что связано с финансовым изобилием, что это плохо. Мы осуждаем людей, которые зарабатывают, говоря о том, что эти люди воруют, о том, что деньги нельзя заработать честным путем, о том, что это какие-то люди, которые или проститутки, или воры, родители нам помогали тоже в этом, что я бедный, честный, они там воры, нечестным путем они зарабатывают эти деньги, то есть так жить нельзя. Второй момент, мы для себя отстраиваем, что есть некое государство, что есть некая структура, некие люди, которые нам эти деньги не дают. Они плохие, они нам деньги не дают, а значит, следовательно, нам эти деньги получить невозможно. Нельзя их заработать. Мы постоянно акцентируем внимание на реальную, так называемую, картину мира, на том, что нету таких зарплат, или мы не можем получить должное образование, то есть мы для себя имеем за жизнь, выстраиваем большое количество кирпичей, делаем это совершенно за длительный период времени, неосознанно, но в результате очень крепко верим в то, что деньги большие какие-то, и мы это две несовместимые вещи, а те, кто этими деньгами и возможностями обладают, это очень плохие люди, которые обязательно за все заплатят когда-нибудь, мы очень радуемся, если в их жизни случается что-то плохое, мы говорим, что это наказание, и тем самым мы для себя связываем, что деньги, за большие деньги всегда будет наказание, я обязательно, если у меня будут деньги, я или умру, или что-то случится с моими близкими, помните, как часто, когда что-то в нашей жизни происходит плохое, мы что говорим, мы говорим, за что-то рассчитался, отплатился, мы все время пытаемся удалить свою связь, даже радуемся, когда деньги от нас уходят, и таким образом выстраиваем очень прочные такие вот себе заборы, что удивительное, когда мы это все себе настроили, значит, мы же этого не замечаем, это же все плавно очень происходит, мы все это себе настроили в своей жизни, дальше нам необходимо, это становится нашей картиной мира, то есть мы видим мир таким, мы видим мир сложным, мы видим мир бедным, мы видим мир, что только какие-то другие люди могут зарабатывать деньги, а я, мне деньги достаются тяжело, я должен долго, мы как детям говорим, ты должен учиться, ты должен долго и тяжело работать, для того, чтобы чего-то в этой жизни достичь, без труда не вытащишь рыбку из пруда, надо обязательно очень долго и тяжело работать, и это стоит тебе дорогих серьезных усилий, ты должен пахать, короче говоря, мы выстраиваем какую-то такую сложность, следующая такая интересная история, которая происходит в новой формации, это когда люди говорят, я не хочу быть заложником денег, я не хочу всю свою жизнь тратить на то, чтобы эти деньги доставать, в конце концов, не в деньгах счастья, тут есть две такие, знаете, интересные вещи, потому что заложником денег мы как раз являемся не тогда, когда они у нас в достатке, а тогда, когда они у нас в нехватке, потому что когда деньги в достатке, ты имеешь возможность получить ту самую свободу и возможности создавать, развиваться, делать мир лучше, помогать кому-то, наслаждаться жизнью, когда у тебя денег нет, то вся твоя реальность сводится к тому, чтобы ты свел те самые концы с концами, и в этом случае ты становишься заложником, потому что ты не можешь остановиться, тебе все время нужно платить деньги, тебе постоянно нужно грести лапами, и эта история как раз гораздо хуже, но продолжение идет такое, что мы продолжаем что-то себе рассказывать, у нас складывается наша картина мира о том, что такое деньги и что такое мы, и дальше начинается все еще интереснее, потому что нас с вами сегодня нам повезло, нас окружают очень разные люди, и для того, чтобы послушать разные мнения и взгляды, нам даже не нужно с вами с кем-то лично знакомиться, нам достаточно зайти в инстаграм или в ютуб, включить видео, и вот сидит какой-то человек, у которого есть свой жизненный опыт, свои финансовые возможности, вообще свои какие-то достижения, и он делится личным своим опытом, вот когда, например, это делаю с вами я, и вам не нужно со мной быть лично знакомыми, вам не нужно ко мне проситься на кухню, домой, встретиться, нет, вы можете узнать, что я об этом думаю прямо сейчас, и нас таких сейчас миллионы людей, да, которые находятся вот в таком вот формате свободного общения, и вот, значит, у нас складывается какая-то своя картина мира у каждого, и мы верим в ту картину, в которой живем мы, но тем не менее, вот мы слушаем Олю Ермилову, она вдруг говорит о том, что вы все можете быть богатыми людьми, и все можете иметь огромные колоссальные возможности, вы их уже имеете, но вы об этом не знаете, и вы такие сидите, у вас появляется некое ваше альтернативное мнение, большинство людей это альтернативное мнение даже не видят и не слышат, то есть я сейчас об этом говорю, а люди эти не слышат, или зашли на эфир, вообще не поняли, про что это, и ушли, а есть те среди вас, которые это слушают, и как-то вот вам это близко, вы вроде бы еще не понимаете, как это, но вам нравится эта мысль, что вы можете быть богатыми, вам нравится мысль, что вы можете влиять на свою жизнь, что вы можете что-то менять, и вы продолжаете слушать, и вот, когда появляется вот это самое альтернативное какое-то мнение и видение, у нас дальше идет такая, знаете, прорисовка, то есть мы с вами сидим, и у нас есть некая своя реальность, мы либо верим в эту реальность жестко, ну то есть наши убеждения говорят, что только так и никак по-другому, вообще по-другому, вы вот, что бы я вам не говорила, у вас всегда будет свой ответ, либо же вы что-то пропускаете, ну то есть вы говорите, я конечно так не думаю, у меня были другие мысли, но допустим, я готова об этом подумать, и в зависимости от того, в жесткой форме вы находитесь или в мягкой своей реальности, я сейчас детальнее объясню, что это означает, и есть возможность допустить то, можете вы измениться или нет. Дело в том, что наша реальность не настолько реальна, как нам кажется, то есть я хочу, чтобы вы понимали, я на эту тему уже проводила тоже эфиры, что на любую ситуацию мы с вами каждый смотрит по-разному, и мы не просто смотрим по-разному, но каждый из нас тоже может посмотреть на нее по-разному, и мы воспринимаем ее хорошо или плохо, именно потому, что мы как-то привыкли воспринимать, то есть срабатывает только наша привычка, на простом примере, вы говорите, например, я жаворонок, я просыпаюсь в 7 утра и ложусь в 10 вечера, вы убеждены, что вы жаворонок, и вроде бы это да, но если вы усилием воли решите начать ложиться в 12 ночи, а просыпаться в 9 утра, то если вы неделю будете усилием воли это делать, вы увидите, что у вас получится, и я вам скажу, но ты же говорил, что ты жаворонок, ты скажешь, слушай, я был уверен, что я жаворонок, а я скажу, а почему ты перестал быть жаворонком, ты скажешь, ну я просто стал по-другому ложиться спать, соответственно, мы можем сказать, предположить, а я могу утверждать, что смена наших действий осознанная, когда мы принимаем решение как-то сделать по-другому, приводит нас к другому результату, и оказывается, что то, что мы думали о себе, вчера было правдой, а сегодня нет, мне всю жизнь говорили о том, ну не всю жизнь, а там в моей возрасте там до 20 лет, 18, мне говорили, что у нас в семье крупная кость, что у нас все толстые, потому что у нас крупная кость, ну просто вот мы не можем, мне говорили, ты худая, ты же худая, ты же тебя не назовешь жиртресом, но у нас крупная кость, ты меньше стать не можешь, у меня есть мои школьные штаны, в которые помещаются сейчас мои две ноги, две ноги, и если сейчас кто-то, ну как бы, не наблюдает меня, вот, можете посмотреть мои фотографии, и сказать, где я, где крупная кость, у меня висела даже фотография, не знаю, в сторис еще она ушла или нет, где там я в классе, наверное, девятом, тоже, но тоже можно сказать, что у меня там крупная кость, а есть такие фотографии в инстаграме, где прям никто не узнает, что это я, вопрос в том, что, а я сказала, я вообще всегда, я бунтарка по жизни, я сказала, какая крупная кость, у меня нету никакой крупной кости, у меня нету крупной кости, сейчас, когда меня видят люди в жизни, я вешу 48 килограмм, и когда меня люди видят в жизни, все говорят, какая вы маленькая, мы же тоже визуально создаем, мы не знаем с вами, вы не догадываетесь, какого я роста, вы так не можете меня примерить, вот непонятно, а вот когда меня люди видят в жизни, все говорят, вы такая маленькая, так вот, и никто не может поверить, ни про какую крупную кость, потому что наоборот, все говорят, что я мелкая, у меня жопа 80 с чем-то сантиметров, вот, у меня грудная клетка, несмотря на грудь, 87 сантиметров, Я мелкая. И это еще один показатель того, что мы можем с вами абсолютно по-разному создавать свою реальность. Теперь давайте перейдем к истории денег, как распознать в себе вот этого самого бедняка. Сейчас я вам расскажу несколько интересных вещей, которые опять-таки являются, ну то есть мы не понимаем, что это бедное мышление, но на самом деле так и есть. Чем вообще такое ключевое отличие бедного и богатого мышления? Люди с богатым мышлением могут быть бедными в периодичности жизни, но они всегда по факту становятся богатыми. Почему? Потому что это люди первые, которые всегда стремятся к богатству и уверены, что они таковыми могут быть. То есть человек, находясь в жопе, уверен, что он может быть богатым. Уверен не на словах, а внутри. Второе. Это люди, которые всегда ищут возможности. Всегда. Они могут попадать в самые кризисные, дурацкие ситуации и много раз терять все. Но у них всегда будут в голове какие-то идеи. И это люди, которые не будут ни дня сидеть без дела. Это очень важно. Люди с денежным мышлением богатым, они всегда ищут возможности. Любые. Они готовы поверить в инопланетян. Они готовы сами стать инопланетянами. Они готовы запустить тысячу проектов, но они никогда не говорят следующего. Без денег бизнес невозможно запустить. Сейчас кризис, поэтому невозможно. Сейчас коронавирус, никто ничего не покупает. То есть у них всегда в голове есть какой-то план Б. Очень многие люди называют их безумцами. Особенно, когда они находятся изначально в окружении бедных людей. И это тоже показатель. Если вам все время говорят о том, что ты безумец, о том, о чем ты думаешь, опустись на землю. Это показатель того, что у вас есть крылья богатого человека. Вопрос, воспользуетесь ли вы ими. Окружение бедности всегда заставляет тебя, будет тебя останавливать, будет хвалить тебя. Говорить, что у тебя уже есть достаточно. Что никуда не торопись. Что тише едешь, дальше будешь. И если вы то же самое говорите другим людям, тем, которые стремятся к безумиям, вы им все время говорите, не торопись, не рискуй, не надо, сиди на месте, лучше сейчас подождать, не увольняйся, не делай, не пробуй, не едь. И это всегда бедность. Богатое мышление всегда направлено на риск, на развитие, на новое, потому что это мышление. Мы с вами все люди, находящиеся в физической оболочке, и наше тело умирает. А вот это наше внутреннее, это же вопрос не рук и ног. Это наш вопрос какого-то внутреннего посыла. И вот это ваша птица внутренняя, которая летит, подумайте сами, насколько глупо запирать ее в своем физическом теле, засовывать ее в какую-то маленькую квартирку, в какой-то ограниченный круг людей и говорить о том, что здесь ты как в тюрьме просидишь всю свою жизнь. Ведь наше с вами внутреннее, мы же переходим из одного мира в другой, мы умираем. Вы же понимаете, что скорее всего, что когда мы с вами умираем, все не выключается, что некая наша внутренняя энергия, она же остается жить. Мы просто с вами сейчас этой энергией наполняем свое физическое тело, умеем разговаривать, еще что-то. Но дальше-то что-то происходит, вселенная-то, ну подумайте об ее устройстве, немножечко поизучайте, послушайте, и вам станет это более понятно. Так вот, бедное мышление, это всегда бедняк, который в вас живет, это всегда человек, который стремится к спокойствию, к тому, чтобы его никто не трогал, у которого всегда на все есть оправдание. Он всегда расскажет о том, почему не нужно действовать сейчас, почему у него что-то не получилось, почему проблемы мировые мешают ему жить, почему сосед мешает ему жить, почему ему мало платят, почему он не может больше заработать. Это человек, который на все имеет ярко выраженную причину, почему нет. Ярко выраженная жертва, человек, который постоянно знает, что у него не получится, и вы ему можете предлагать любые возможности. Вы ему будете говорить, давай сделаем вместе, он скажет, нет, я вместе не могу. Вы ему скажете, давай я дам тебе денег, он скажет вам, что он сейчас не может взять деньги, у него сейчас очень важное дело, и он вот именно сейчас занят. Вы скажете ему, давай увольняйся с работы, сделаем бизнес, он скажет, что он сейчас не может уволиться с работы, потому что у него какая-то важная... У него на все есть отговорки. И если вы в себе ловите человека, которому вы даете шанс, говорите, давай сделаем, давай пойдем туда, а внутренний ваш человек отвечает, нет, мы сейчас не можем, потому что... И это вроде бы как уважительная причина, но именно это вроде бы уважительная причина и загоняет вас в тюрьму. В тюрьму человека, который живет, ничего не пробуя, отрицая все напрочь, имея четкие и твердые убеждения, почему у него не получится. Еще такая негативная история в этом заключается, что такой человек, как правило, не любит быть один. И он, с одной стороны, подбирает под себя таких же людей, которые мощно думают так же, то есть вот они сидят, это, знаете, вот история про тех, кто сидит и обсуждает, очень любит смотреть новости или, например, вот Инстаграм чей-то листать, да, то есть они все время обсуждают, живут. Так построено вообще общество, нас так воспитали, через телевизор нам дают какую-то пищу, тему, на которой нужно говорить, и все люди сидят и об этом говорят. Людям некогда заниматься развитием, думать о чем-то, осознанностью, какой? Надо решать вот проблемы, там, вот что-то там случилось в Белоруссии, сегодня мне вылезло окно, что-то там случилось в Белоруссии, и теперь, значит, вот в Белоруссию не будут летать самолеты из Украины, Украина теперь вообще, блядь, никуда летать не будет, мы теперь будем сидеть здесь все и смотреть 95-й квартал нашего ебаного президента. И вот такая у нас замечательная жизнь, я, кстати, не знаю, он до сих пор еще президент или нет, вообще не смотрю телевизор. Ну, то есть, понимаете, вы должны осознавать, что чем меньше ваш кругозор, тем тупее вы становитесь, тем тупее вы становитесь. Чем меньше у вас тем для общения, чем меньше у вас интересных людей, тем беднее вы становитесь. Бедное мышление – это мышление человека, который окружен тесной группой неудачников, которые сидят и обсасывают чей-то чужой хуёк. Вот вам ответ на вопрос. Сидят и сосут по очереди. Вот такая история. Поэтому, если вы хотите развиваться, если вы хотите становиться богаче, вы должны увидеть огромное количество возможностей и научиться говорить этим возможностям «да». Я гораздо больше уважаю людей, которые пробуют, попадают в дурацкие ситуации, но получают опыт и растут, нежели людей, которые сидят вокруг какого-то хуйка, вот маленького, и держатся за него. Заметьте, что чем меньше вы развиваетесь, чем меньше вы чего-то пробуете, чем меньше вы рискуете, тем беднее вы становитесь, что является удивительным. Человек сидит и пытается нажиться на своём, вот эту подушечку своей жопой удержать. Поэтому, вот момент того, когда вы отрицаете любые возможности, и когда возможности идут к вам на самом деле постоянно и повсюду, но вы этого совершенно не хотите замечать. У богатого, у бедного человека интересная штука, вот, например, я даю людям бесплатно скачать книгу, которая называется «Почему ваши желания не исполняются?». Если вы её, кстати, не читали и не слушали, я её начитала, вы можете написать мне в директ «Скачать книгу», по-моему, так, «Получить книгу», «Скачать книгу», и вам бот пришлёт эту книгу. Так вот, очень многие люди пишут, ещё не скачав эту книгу, лохотрон, развод, кто-то высмеивает книгу, не читав её, есть рекламные посты, там иногда я вижу, мне Инстаграм присылает, значит, кто-то прокомментировал, и там под рекламным постом сидят несколько человек, которые, значит, высмеивают то, что я в этой книге рассказываю, называя меня там лохушкой, и так далее, и так далее. И вот я хочу, чтобы вы понимали, что бедные люди с бедными мозгами, они всегда объединяются, им всегда вместе хорошо, потому что быть с людьми, которые выше, всегда интереснее, но сложнее. И для большинства людей это настолько сложно и настолько трагично, ведь любой выход из зоны комфорта – это всегда боль, как ни крути. Ну, то есть, вот я часто даю этот пример, что у меня дети занимаются спортом, и, например, когда моя Ева, потому что у неё более разнообразие по классам, когда моя Ева в каком-то классе достигает уровня и начинает выигрывать и занимать призовые места, и потом её система переводит в другой, очень болезненно, когда ты в одном классе был первым, а в тот приходишь, и там в финал не всегда заходишь, становишься каким-то там седьмым, десятом, разным бывает. Это всегда болезненно, но нельзя по-другому вырасти. Что происходит с детьми? Они говорят, так, мы были десятые, они начинают в зале тренироваться с гораздо большим рвением, потому что у них появляется цель – стоп, мы же чемпионы, мы привыкли быть чемпионами, как это мы десятые? И мотивация включается. Можно всю жизнь просидеть в одном классе и быть в нём самым именитым танцором, но таким образом ты никогда не вырастешь. То же самое происходит с вами и в жизни. Так вот, у бедного мышления люди, которым что-то предлагается бесплатно, они и в этом всегда улавливают, они говорят, бесплатный сыр только в мышеловке, мне хотят сделать что-то плохое. Ты хочешь сделать человеку подарок? Человек не способен воспринять подарок, видя в этом только обман. Я хочу, чтобы вы понимали, что даже подарок судьбы можно получить как подарок, а можно через свои очки собственной бедности и тупости увидеть в этом развод, обман, и отвернуться. И я сейчас не про книгу, а про разные жизненные установки, про разные вещи. Мы очень часто о чём-то просим, но когда к нам это приходит, у меня была подруга, которая очень сильно хотела себе крутые отношения, и когда мужчина невероятный увидел её на сцене и позвал её на свидание, она сказала ему, что она не проститутка, что таких, как он, она видала, и она не такая, и послала его в жопу, и всё. Мы очень часто совершаем глупости из-за собственной тупости. Из-за собственной тупости. И вот это бедное мышление – это не только про деньги, это про мышление того, когда мы отталкиваем от себя любые возможности. Я часто сталкиваюсь с тем, что люди смотрят мои эфиры, читают меня, вроде бы обсмаковывают меня. Но когда дело доходит, например, люди начинают писать мне вопросы, очень многие, и я всем практически отвечаю. Ребята, приходите на ререйтер жизни. Вы на самом деле найдёте там ответы на все свои вопросы. Я не шучу. Люди говорят, ну понятно, но оказывается, тут просто мне продают, хотят на свой херовенький марафон затащить. И ты сидишь, это знаете, как из серии про доктора. Ты пришёл к доктору, говоришь, полечи меня. Он говорит, окей, давай пройдём обследование. Ты говоришь, ну понятно. Так это всё только для того, чтобы я обследование прошёл. Это ограниченность нашего мышления. Мы настолько привыкли быть бедными, мы настолько привыкли к собственной внутренней нищете, что мы даже не допускаем возможности, что к нам в жизнь может прийти что-то хорошее. Мы не допускаем возможности, что нас могут любить классные люди. Мы не допускаем возможности, что с нами могут дружить. Мы не допускаем возможности, что мы можем хорошо зарабатывать, что мы можем совершенно другой мир вокруг себя выстраивать. И по сути, когда люди отказываются идти ко мне на рерайтер, я вижу только этот запрет. В рерайтере жизни есть пробная версия, она, кстати, у нас завтра стартует, она стоит 5 долларов. Там за 5 долларов, знаете, что в ресторан прийти в фермонт какой-то и наесться, уже до основных блюд даже не доходить. Человек говорит, ой, ну нет, разные, значит, доводы, у меня нет времени, это же надо проходить марафон. Я говорю, у тебя есть время портить свою жизнь? Сколько тебе лет? 37. Ты 37 лет живешь и в итоге получил жизнь, которая тебе не нравится, и ты не можешь найти месяц, по часу в день на себя, правда? Развожу руками. Кто-то говорит, ой, ну 5 долларов это тоже для меня деньги. Но здесь я хлопаю стоя, потому что я понимаю, что, ну как бы, да, если 5 долларов для тебя деньги в качестве инвестиций в себя, ну тут полная нелюбовь к себе, тут полная нелюбовь к себе. И у людей всегда есть миллион каких-то отмазок, почему они не могут это сделать. И кто-то говорит просто, я в это не верю. Ну естественно, конечно, ты в это не веришь. Гораздо проще поверить в гадалку, в судьбу, в то, что ты неудачник, в то, что, я не знаю, ты влияешь на выбор президента. Гораздо проще поверить во что угодно, кроме как в то, что ты сам можешь и ты сам управляешь своей реальностью. Ведь речь идет только о том, что до тех пор, пока вы не понимаете этого, вы постоянно находитесь, как рыбка на удочке, чей-то катер едет, а вы бежите за этой рыбкой, вместо того, чтобы плыть на катере и самим управлять. Я уже говорила вам в начале эфира, что для меня это всегда была вообще какая-то нонсенс. Нонсенс-позиция. Я настолько люблю быть вожаком, я настолько люблю принимать ответственность за свою жизнь и за свои решения, что не разобраться в том, как это работает, это максимально тупо. И мне очень жаль, что я большую, большую, сильно большую часть своей жизни, практически всю, за исключением пары лет, находилась в состоянии неосознанного человека. Я строила успешно свою жизнь и успешно проебывалась только по одной причине, что я по природе своей богатый человек, по внутренней природе, не по внешней, по внутренней. Но это, понимаете, что такое внутренняя природа? Внутренняя природа, это говорит о том, что ты всегда выпрыгнешь, но ты сто процентов и куда-то западёшь, потому что ты не знаешь карты. Когда ты становишься осознанным, ты очень хорошо понимаешь природу того, как идти и не попадать в ямы. Вот и всё. Но большинство людей и по природе не богаты своей, и неосознанны, понимаете? Природа – это именно твой внутренний двигатель. Это то, когда ты не можешь не делать. Это тот внутренний источник, это как колодец, да? Вот не везде же он в пустыне есть, и вообще не везде вот он есть. Вот этот источник воды, он просто бьёт из-под земли. Ну, для меня это всегда чудо. Просто бьёт из-под земли. Вот и люди есть такие. Я к ним отношусь. Которые просто бьют из-под земли. Откуда идёт во мне этот источник энергии, я не знаю. Я вам, кстати, могу рассказать такую интересную историю, что когда я занималась, я много лет занималась свадьбами, и я была очень хорошим специалистом, и, в общем-то, имя себе заработала на свадьбах, потому что я обучала очень много людей. И у меня люди учились из очень разных сфер, не только из свадеб. И это было потрясающе. И когда люди приходили ко мне и рассказывали о том, что я юрист, я ещё кто-то, я банковский работник, я вообще не понимала, чего вы ко мне пришли учиться, я свадебный организатор. А люди говорили мне, вы понимаете, вот я вас слушаю, и у меня моё всё на место становится. Вот я не знаю, как так происходит. Вот я вас случайно послушал и включился. И я помню, как там впервые мне начали об этом говорить, и я впервые начала задумываться о том, что откуда во мне этот действительно неуёмный источник энергии, подкуда вот это всё время от меня льёт и льёт. Я устала, вроде бы сдохнуть должна, а из меня опять это всё льёт. И когда я осознала, что я действительно являюсь вот таким вот колодцем, я поняла, что это же не мой дар, это же что-то мне дано через меня. То есть я вот поселилась в тело, а бьёт-то из меня что-то совершенно другое. И тогда я поняла, что, ну, как колодец нельзя ставить у себя в доме, знаете, ты всё равно его весь не выпьешь. Точно так же и меня нельзя оставить только для себя, потому что раз у меня столько энергии, значит, я её должна отдавать, значит, я просто какой-то этот резервуар, вот, и моя задача научиться через что-то это людям отдавать, потому что иначе оно меня просто разбирает. Если бы вы меня видели периодически, вообще уровень зашкала моей энергии, поднять стадион – это вообще не моя проблема. То есть я, мне кажется, могу встать на кладбище и разбудить всех мёртвых. Абсолютно вот такое у меня бывает, ну, фантастические такие припадки энергетические. Поэтому очень важно является этим делиться для меня. Уже не помню, на какой вопрос я вам отвечала. Да, уже тут и всё, и всё, и всё, и всё, и всё. Да, поэтому крайне важно использовать свои источники. И если вы таким источником не обладаете, то нужно развивать свою осознанность, отвечать себе на вопросы, искать ответы, точнее так, задавать себе вопросы и искать на них ответы. Как можно жить иначе? Как то, что я думаю и чувствую, влияет на мою жизнь? Недавно девушка одна в Ютюбе написала мне комментарий, что я читала много книг, и вы рассказываете уже устаревшую информацию, ещё и плагиатите. Это очень смешно, конечно, это, как знаете, сказать человеку, который говорит на русском языке о том, что не он придумал этот язык, и он плагиатит. В этом же и фантастичность того, что я вам рассказываю. Потому что об этом говорили и говорят огромное количество фантастических людей. Но написано множество книг, даже какие-то фильмы сняты, но люди этого не слышат. Нам по-прежнему удобнее думать, что есть некая судьба, что есть кто-то, кто нами управляет, что от нас ничего не зависит, что президент и страна, в которой мы живём, больше влияют на нас, чем мы сами. Но я-то девочка настойчивая, я-то девочка бешеная, и я понимаю, что раз уж я наделена этой энергией, то какое-то количество людей я точно разбужу своими достаточно простятскими примерами. Именно поэтому рерайтер жизни очень популярен. Потому что там у меня есть и тётя Глаша, и кто угодно, жирные всякие дядьки, убеждения, бегущие на тренажёрах. Я стараюсь вам донести очень сложные вещи, очень понятным языком, чтобы вы поняли, как вы сами, как ваши мысли, то, что вы о себе думаете, то, как вы воспринимаете информацию, напрямую влияют на ваш мир. И я могу вам сказать, что до тех пор, пока вы думаете, что вы бедны, до тех пор, пока вы думаете, что люди богатые — это злые люди, до тех пор, пока вы думаете, что в вашей стране, в вашем возрасте, в вашем городе с вашими возможностями ничего невозможно, так и будет. Но если вы попробуете думать иначе и начнёте перепрограммировать свой мозг, то, чему я, в общем-то, и учу, вы вдруг увидите, что ваш мир совершенно другой. Вы вдруг увидели, что то, что вы считали своей удавкой, является для вас фантастической возможностью. Вы вдруг увидите, что деньги, которые раньше приходили к вам сложно, оказывается, вдруг начинают приходить к вам со всех сторон. Вы даже не представляете, как в течение какого-то месяца может измениться ваше мышление. Это просто фантастика. Но для этого очень важно захотеть. Это единственное, что я не могу заставить вас сделать. всё всегда начинается от нашего желания, от нашей потребности. И в жизни, как правило, к нам это приходит в нескольких формах. Первое, есть такие люди, как я, которые рождаются не совсем в том окружении, но с чётким пониманием, что я очень сильно хочу жить красивой жизнью. Я очень сильно хочу стать полезным миру. Я очень сильно хочу быть богатым. Я хочу иметь возможности развиваться, развивать мир, развиваться сам, развивать своих детей, дарить радость. Это одна категория людей. Есть вторая категория людей, которая живёт какое-то количество лет абсолютно обычной жизнью, и вдруг внезапно начинает ощущать некий дискомфорт. На это, кстати, тоже есть объяснение, я не буду сегодня вам его рассказывать, но есть очень понятное объяснение, что с человеком происходит. И вот если у вас этот внутренний запрос просыпается, а вокруг все говорят, да успокойся, да ты какой-то странный, да это всё глупость, а ты чувствуешь, что ты как будто бы сейчас находишься не в своей жизни, это вторая категория людей, которая приходит ко мне на рерайтер, которые понимают, что что-то происходит, но не понимают до конца что. И вот здесь этот месяц играет золотую роль. Есть третья категория людей, которая ничего не принимает, но в какой-то момент жизнь так сильно любит этого человека, что она начинает его пинать. Она ему как бы говорит, мне не всё равно, мне не всё равно, и начинает посылать ему испытания. И тут уже всё зависит от человека. Для некоторых это смертельная болезнь, когда человек становится перед прямой картиной того, что он может умереть. И у него начинает появляется сильная жажда жизни. Он начинает понимать, что он вдруг сильно хочет жить. Он начинает видеть солнце, людей, он начинает видеть вообще мир другими глазами. И начинается поиск, как мне выжить, я очень сильно хочу. И тогда люди готовы к этой информации, тогда они её принимают. И это даёт им возможность пойти дальше и очень часто излечиться, успеть это сделать. Мы по-разному проходим свой жизненный путь. Но вы должны понимать, что мы обязаны его пройти. Мы приходим в эту жизнь точно не для того, чтобы пожрать, хотя это вкусно, потрахаться, хотя это приятно, купить себе красивую машину. Это классно. Но точно не для этого. Мы приходим, чтобы получить свой внутренний опыт. И материальность этого мира является прекрасной мотивацией к тому, чтобы сделать это лучше, быстрее и ярче. Но именно то, как мы внутренне меняемся, идя вверх за своими мотивашками, именно то, какие ценности мы приобретаем, взгляды, то, насколько мы учимся ценить, любить, понимать, анализировать, принимать, благодарить, то, насколько мы учимся менять в себе всю злость, всё нищенское мышление, всё раздражение, всю агрессию, всю обиду на любовь, на умение видеть хорошее, на умение думать о том, как это можно использовать во благо, это и является нашей ценностью. Я верю в то, что наше тело умирает. Я это видела. Но я верю в то, что наша душа проходит большой свой жизненный путь. Мультик «Душа» — потрясающий мультик, я вам рекомендую его посмотреть, который вышел в этом году, замечательный мультфильм, посмотрите, он очень во многом схож с тем, о чём я говорю, и, возможно, вам будет как-то мысленно более понятно, визуально, как это выглядит. Поэтому, конечно же, я могу вам сказать одно. Если у вас есть эта потребность, дайте себе возможность хотя бы что-то попробовать. Вы можете прийти ко мне, если вам нравлюсь я. Вы можете найти информацию, если вы будете её искать, вы однозначно найдёте где-то её ещё. Я точно знаю, что человек, который начинает путь своего развития, осознанного, рано или поздно ко мне попадёт. Поэтому я не особо зазываю вас к себе. Хотя, безусловно, конечно же, я считаю себя в этой сфере... Я считаю, что я нахожусь на своём месте, я скажу вам так. Я считаю, что я проводник, и я нахожусь на своём месте. Не то, что я гениальная, талантливая, нет. Я просто нахожусь на своём месте. И я умею делать так, чтобы вы достаточно безболезненно, достаточно быстро проходили вот эту извилистую такую, знаете, дорожку, как в аквапарке, на горке, от человека, который хочет понять, до человека, который вдруг начинает понимать. И я вам обещаю, что три недели у вас просто будет переворот мозга при желании это сделать. Вот, собственно, и всё. Кому-то тут сиськи надо показать. Угу. Очень хорошо. Вот видите, даже, обратите внимание, вы, кто находится в эфире, да, на комментарии людей. Вот ещё раз показатель того, что я всем вам рассказываю одно и то же. И для кого-то из вас сейчас очень ценно, для кого-то это инсайты озарения, а для кого-то кто-то пишет, что вы на них тонны слухая. Вот, да, там, красава, покажи сиськи. Показатель того, насколько люди разные, да, насколько мы, глядя на одно и то же, видим с вами разное. И я хочу вам сегодня дать такое небольшое задание творческое. посмотрите на то, каким образом вы относитесь сегодня к деньгам. Как вы реагируете на то, когда вам нужно за что-то платить. Как вы реагируете на то, когда вы получаете деньги. Как вообще, вот честно, попробуйте поразбирать именно свои эмоции. И скажите себе, я отныне обещаю радоваться деньгам в любых их проявлениях. Когда вы платите и отдаёте деньги, всегда платите с удовольствием и чувствуйте себя богатым человеком. Как здорово, я могу купить себе еду. Как здорово, я могу заплатить за аренду квартиры. Как здорово. Приучите себя изменять своё внутреннее состояние и отношение к тем вещам, которые раньше вызывали у вас негатив. Это касается не только денег. Я уже говорила вам о том, что мышление и наша жизнь – такая связанная коробочка. Мы не можем с вами вытащить деньги, финансы, отдельно от всей остальной жизни. Потому что, поверьте, наличие финансов или их отсутствие влияет абсолютно на каждый фактор. Мужчина, имеющий деньги, всегда гораздо более галантный и любящий. Он уверен в себе. Он знает, что он может сделать своей женщине подарок. Мужчина, у которого накануне 8 марта нет денег, злой. И если женщина ему скажет, «Ты приготовил мне подарок», может на неё накричать. Потому что он максимально раздосован, он максимально раздражён, он понимает, что он чувствует себя неполноценным. Он бы хотел сделать ей подарок, но он не зарабатывает достаточно. У него есть ещё множество всяких затрат. И он кричит, «Ты дура! Ты думаешь только о деньгах!» И мы можем понять и его, и её. Как ни крути, финансы имеют огромное влияние на всю нашу жизнь. И всё в нашей жизни очень взаимосвязано. Я скажу вам больше. Ваша неудачная счастливая... Неудачная счастливая... Ваша неудачная личная жизнь всегда отразится на финансах. В том числе. Мы настолько плотно взаимосвязаны, что нам важно понять эту цепочку. Поэтому я хочу пожелать вам разобраться с этим и пригласить вас на рерайтер. Завтра стартует у нас продажа пробной версии. Я не могу об этом не сказать. Стоимость пробной версии будет всего 5 долларов. Она появится, эта пробная версия, завтра, если я не ошибаюсь, где-то в 10 утра у нас на сайте. Просто появится эта пробная версия. Пробная версия включает в себя 4 дня работы полноценные. 1, 2, 3, 4 число июня. Мы стартуем 1 июня. Полноценные работы в чате со всеми участниками, с получением полных всех заданий. Конкретно о марафоне вы можете зайти на сайт, по ссылке у меня в профиле, с рерайтером жизни, посмотреть видео, посмотреть отзывы, посмотреть описание, что входит, как включает. До этого у нас уже при покупке сразу идут предварительные задания. В общем, за 5 долларов вы получаете, знаете, практически мерседес для своего мозга. Это я вам точно могу сказать. Попробуйте. Дайте себе возможность что-то новое попробовать. Дайте своим мозгам какую-то новую пищу. переключитесь с телевизора, переключитесь со своих знакомых, переключитесь с того, что вы смотрите и читаете обычно. Дайте себе что-нибудь новенькое. Для того, чтобы наша жизнь менялась, нам необходимо что-то в ней менять. Поэтому просто помните об этом. Делая одно и то же, мы с вами будем получать примерно такой же результат. Для изменений нужно добавить в рацион нашей головы что-то новое. На этой замечательной ноте я буду заканчивать, потому что, во-первых, я чувствую, что я начинаю тупить, потому что уже поздно. Во-вторых, я хочу, чтобы вы тоже отдохнули. Мне кажется, достаточно, я вам всего наговорила. Я вас хочу поблагодарить и попросить вас, особенно если вы хотите, чтобы я эфиры выпускала почаще, а то что-то в последнее время не сильно у меня-то это получается в ряду занятости, после публикации этого эфира написать, понравился он вам, не понравился он вам, может быть, какие-то свои пожелания на будущий эфир. Я вам буду очень благодарна. Это для меня своеобразная оплата за тот контент, который я вам даю. И вам желаю всем прекрасного вечера. Всех, кто не был на Рерайтере, я приглашаю. И напоминаю, что рано или поздно вы все равно все попадете на Рерайтер, стоит ли ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова